Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пионер, главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре созданы десятки новых семей. Прыжок в бездну. Журналисты телеканала Самарегис выжили в гонке героев. Нелегальный детский лагерь обнаружили в Самарской области. В полицию поступило сообщение о том, что на острове Долотной дети отдыхают в спартанских условиях. Во время проверки сотрудники транспортной полиции обнаружили на Васильевских островах палаточный лагерь, в котором находились 20 детей от 10 до 16 лет. В качестве руководителя там работали трое мужчин, у которых не было ни специального образования, ни разрешения властей. В лагерь детей набирали через объявления в соцсетях. Путевка стоила 7 тысяч рублей. Ребята жили в палатках, еду готовили сами из скудных запасов тушенки, печенья и томатов. Из развлечений – прогулки на лодке и рыбалка. По данным полиции, лицензии на организацию лагеря у его создателей не было. Имелось лишь разрешение на проведение детских праздников. Имелись спасательные жилеты, но лодки легкие, пластиковые, неустойчивые. Кроме того, в аптечке, которая была в лагере, лекарства были просрочены. То есть лагерь оказался незаявленным, незарегистрированным. О нем не знал никто – ни ГИМС, ни полиция. Всех ребят из лагеря эвакуировали с село Малая Рязань. Туда же прибудут и родители. С каждой семьей силовики проведут беседы, чтобы выяснить, почему они выбрали столь небезопасный отдых для своих детей. Более того, всех взрослых могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Что касается самих организаторов лагеря, то им грозит уголовная ответственность по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Спорная ситуация возникла и в Самарском университете путей сообщения. Студенты целевого направления техносферной безопасности могут остаться без дипломов государственного образца. Это первый выпуск с новой специальностью. И, как рассказывают сами студенты, они даже не подозревали, что направление не прошло аккредитацию. Теперь они опасаются, что 4 года учебы прошли зря. Непростой ситуацией разбиралась Олеся Корецкая. «Знали бы, где упасть, пошли бы в другой вуз», рассказывает Анастасия Никонова. В 2013 году 16 человек поступили в Самарский университет путей сообщения на новое направление – техносферная безопасность. Целевое обучение обещало хорошие перспективы в трудоустройстве. Но к моменту защиты дипломной работы выяснилось – направление еще не прошло аккредитацию. Об этом речи не было, и, в принципе, нам об этом никто не говорил. Если бы нам об этом сказали и сказали, чем это чревато, может быть, мы бы передумали. На каждом собрании предоставляется разная информация. Мы уже не знаем, кому вообще верить. Говорят одну информацию, потом мы приходим на следующем собрании, все совсем другое. В университете переживания студентов понимают, но заверяют – информация об аккредитации образовательных программ есть в открытом доступе на сайте вуза и сообщается всем абитуриентам перед поступлением. Что касается нового направления, заявку на аккредитацию подали в конце обучения, как того требует федеральный закон. На сегодняшний момент наша заявка принята и рассматривается в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Мы ожидаем аккредитации данной образовательной программы. В соответствии с календарным графиком учебного процесса защита выпускной квалификационной работы предусмотрена на август текущего года. В вузе уверены – ситуация штатная и находится в рамках закона. Если направление не получит аккредитацию, выпускникам выдадут дипломы установленного вузом образца. Обещали помочь с трудоустройством. Со своей стороны студенты и их родители написали обращение в Министерство образования, Рособранадзор и прокуратуру и в течение месяца ожидают ответ. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Василий Колдашов. События. Неразменные рекламные щиты их убирают, а они вновь возвращаются. Со склада, где хранились снесенные рекламные конструкции, пропали десятки элементов. Нашлись они на улицах Самары. Как рекламные щиты возрождаются из пепла, узнала Марина Кравцова. На этот склад подрядчик свозит снесенные рекламные конструкции. Еще несколько недель назад здесь была пирамида из так называемых ног и целая стопка рекламных щитов. В итоге, во время контрольной проверки, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии не досчитались. 13 рекламных щитов. Исчезли также больше десятка железных ног и 4 бетонных основания. По условиям контракта, компания, которая занимается сносом незаконных рекламных конструкций, должна хранить их на складе до момента утилизации. Мы решили перепроверить те места, где данные конструкции были сняты и убедились, что точно такие же идентичные конструкции стоят на своих местах. Зафиксировали данный факт. Установки этих конструкций повторной. Как неразменный рубль. Щит сносят, он вновь возвращается. Эту рекламную конструкцию на пересечении улиц Старозагора и 22-го портсъезда убрали в конце июня. И через несколько дней она оказалась на прежнем месте. И подобных фактов выявили еще полтора десятка. Внешне щиты очень похожи на те, что пропали со склада. Появились они незаконно и кто собственник, непонятно. Нелегальные рекламщики работают только на собственный карман. Налогов в бюджет города не платят. А это деньги, которые идут в том числе на благоустройство, ремонт дорог и тротуаров. Кроме того, щиты незаконные, а значит и ответственности за них никто не несет. После шторма мы могли наглядно видеть, сколько рекламных конструкций попадало. Всем лекальным рекламно-респространителям еще в мае были разусланы письма об уведомлении комитета привезти конструкции в надлежащее состояние. И я хочу заметить, что только две конструкции пострадали от урагана. Все остальные конструкции, которые были повреждены, это также были незаконные. По поводу пропавших со склада и вернувшихся на улицы города рекламных счетов глава Самары Олег Фурсов направил обращение в полицию. 7 июля в управление МВД России по городу Самаре поступило обращение главы городского округа Самары. Данное обращение зарегистрировано. По фактам, изложенным в нем в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Контракт с недобросовестной фирмой-подрядчиком сейчас разрывают и будут заключать новые договоры с другими компаниями. Охранить снесенные счеты в дальнейшем не на частных, а на муниципальных базах. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Один велосипед в день в среднем угоняют в Самаре. С началом велосезона начинается и сезон велокраж. Двухколесных друзей уводят из подъездов, общих коридоров, а также с улиц не спасают даже тросы на замках. От веловоров пострадала и Олеся Корецкая. Она-то и выяснила, что делать, чтобы велосипед не угнали и что предпринимать, если кража все-таки произошла. Этот велосипед у Андрея Царева не первый. Предыдущие угнали буквально из-под носа. Двухколесного друга не нашли, пришлось покупать новый. Все лето молодой человек проводит в поездках. Я на работу езжу постоянно. И так с друзьями катаемся. И за Волгу ездим. Около почты оставляю, а работаю на почте. Там оставляю, во дворе. В магазинах оставляю. Ну ничего такого. На трос привязываете? Ну да. В последние несколько лет интерес самарцев к велопрогулкам значительно вырос. И как следствие повысилось внимание преступников к двухколесной добыче. В июне в Самаре украли 42 велосипеда. По горячим следам удалось вернуть три. В основном уводят из подъездов. Там нет свидетелей. Угоняют и с улицы, из парков, скверов, от магазинов и торговых центров. Несмотря на то, что сейчас имеется средство ограничения движения этих велосипедов, то есть какие-то там цепи, какие-то ограничители, сейчас имеются разные инструменты, которые позволяют очень быстро это, так сказать, перекусить быстро и забрать велосипед. Тросы, цепи, блокираторы, кодовые замки, камеры видеонаблюдения поблизости от воров не спасут. Людное место тоже. На этом видео социальный эксперимент. Участники оставляли велосипед на тросе, который потом на глазах очевидцев срезали псевдо-воры. Из 30 свидетелей только 10 отреагировали и помешали преступникам. Вот примерно такую картину обнаруживают владельцы только что украденных велосипедов. Иногда воры не оставляют даже трос. Специалисты по розыску велосипедов советуют сразу обращаться в полицию, а на месте искать свидетелей. Возможно, кто-то видел нового незаконного владельца. Также советуют записать номера рядом стоящих машин. Теперь у многих есть видеорегистраторы. Полицейским нужно сообщить все приметы велосипеда. Марку, модель, номер на раме, название запчастей, описать каждую царапину, надпись и особенность. И лучше их сделать на своем двухколесном друге. Приметнее будет. Информация об украденных велосипедах есть в ориентировках. Сотрудники полиции регулярно проверяют велосипедистов на улицах. Подозрительных задерживают. Найти украденный велосипед реально, говорят специалисты, если самому принимать активное участие в поисках. Чтобы окружающие могли узнать ориентировки по вашему велосипеду, необходимо сообщить об этом на локальном велофоруме в вашем городе. Использовать социальные сети, различные группы, где общаются люди по интересам, связанным с велоувлечением. Чем больше людей, которые знают о украже вашего велосипеда, где вы подробно укажете все особые приметы визуальные, которые отличают его от похожего, тем выше шансы, что его кто-то обнаружит. Пострадавшим от вело-воров советуют посещать комиссионные магазины, ломбарды, рынки, следить за объявлениями в интернете. Единственное надежное средство от угона не оставлять велосипед без присмотра. Олеся Корецкая, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях дня. Фура с арбузами выгорела до тла. Это случилось ночью на трассе М-5. Очевидцы сняли происшествие на видео. Пламя было такой силы, что от кузова остался только каркас. 34-летний бывший сотрудник Самарского МЧС погиб на подводной охоте. По предварительным данным, инцидент произошел на реке Сок. Известно, что 7 июля мужчина отправился на подводную охоту, но утром так и не вернулся домой. На его поиски отправились 4 водолаза. Они обследовали около 3000 квадратных метров донной акватории, и обнаружили мужчину в траве, растущей в русле реки на глубине около 3 метров. Вероятно, во время охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность. 32-летняя жительница Самары едва не утонула в Крыму. ЧП произошло в Ялте на пляже пансионата Донбасс. Девушка заплыла на 200 метров от берега, после чего начала тонуть. Жива она осталась только благодаря тому, что спасатели вовремя подоспели на помощь. Операторы сотовой связи теперь обязаны информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компании сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны все. Таково требование федерального законодательства. Порядок оповещения установит правительство России. Начало недели Самарский регион встретит дождями. При этом температура воздуха в первой декаде июля ожидается около средних многолетних значений. Ночью в начале недели будет прохладно, не выше 15 градусов, днем до 25, сообщают в Приволжском гидрометцентре. Более 900 миллионов рублей получил в этом году бюджет Самары от сборов земельного налога. Это больше, чем годом ранее. Однако, по прогнозам фискальной службы Самарской области, городская казна рискует недополучить более 200 миллионов рублей. Связано это с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. Отмечают и недостаточную работу местных властей. В районах не торопятся обновлять налоговую базу данных и кадастр недвижимости. Мэр поручил главам районов усилить работу с должниками, подключить налоговую и правоохранительные органы. Нужно приложить максимум усилий за полтора-два месяца для того, чтобы необходимые базы создать, необходимую картину сформировать у себя и выработать план действия для того, чтобы увеличить собираемость налогов там, где они могут быть собраны. Я бы рекомендовал главам внутригородских районов проведить непрерывную работу, постоянную работу с юридическими лицами на предмет квартального уплата земельного и имущественного налогов. В Самаре между тем подешевело вторичное жилье. Насколько расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Новую рабочую неделю цены на нефть начинают в минусе. Баррель марки бренд опять подешевел и стоит 46 долларов 70 центов. Валюта дешевеет. На 11 июля Центробанк установил курс доллара на отметке 60 рублей 30 копеек. Евро 68 рублей 77 копеек. Золото стоит 2369 рублей, серебро 30 рублей 75 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 60 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 5 копеек. Доходы России от экспорта нефти выросли в годовом выражении на 47,5 процентов до 38 миллиардов долларов. 5 процентов колбасы на российских прилавках подделка, сообщает Роспотребнадзор. Зато рыбу стали фальсифицировать реже, рассказали в Роскачестве. Но условия хранения и транспортировки по-прежнему далеки от идеала. А в Самаре за полгода подешевело вторичное жилье. В среднем на 5 процентов. Заметнее всего цены опустились в Ленинском, Октябрьском и промышленном районах города. Лидерами по снижению цен оказались двухкомнатные квартиры. На этом все. Удачи в делах! Пробраться под холостыми выстрелами, прыгнуть в бездну и покорить Эверест. Только самые смелые и отчаянные приняли участие в гонке героев. Более полутора тысяч любителей экстремального отдыха собрались на Рощинском полигоне, чтобы проверить на прочность не только физическую выносливость, но и силу характера. В команде журналистов восьмикилометровую дистанцию прошли репортеры телеканала Самарегис Сергей Кизоркин и Алина Чемерес. Олег Зверев был в числе болельщиков и сразу же по окончанию забега поздравил их с успешным прохождением трассы. Прыжок в бездну на первый взгляд одно из самых простых испытаний. На самом деле требует мобилизации духа. Надо отважиться, с головой погрузиться в грязную холодную воду глубина 2,5 метра. Для тех, кто уверенно держится на воде, набрался смелости и вперед. С настроением они хорошим проходят, но те, кто не умеет плавать, лучше, конечно, не прыгать, потому что уже мы многих вытаскивали сегодня. Только спорт, заниматься спортом и все будет хорошо. Финальные препятствия покорения Эвереста для многих гора становится камнем преткновения, но не для наших бойцов. В группе журналистов двое представителей телеканала Самарегис Сергей Кизоркин и Алина Чемерес. Оба занимаются спортом, поэтому большинство препятствий для них не составили труда. Гонка героев это спортивно-массовый забег с элементами боевых действий, общая длина трассы с препятствиями 8 километров. Побеждает не просто сильнейший, нужен стойкий характер. Выдержать реалистичные военные имитации, огонь холостыми из автоматов Калашникова, орудий танков и БМП, засады, дымовые завесы. Одно из испытаний проползти под танком. Участники уверяют, только сначала страшно, а потом адреналин, радость и восторг. Многие боролись со страхом высоты, со страхом воды, там с грязью, кто-то вот омерзительно сначала, ну я туда не полезу, а в конце грязь, высота, страх какой-то, все преодолели, все стали смелыми, все стали мощными, духом самое главное. Вот все прибежали, уже другие люди совсем. Мы дошли, самое важное, мы участвовали ради того, чтобы дойти до финиша, и мы до него дошли и получили такие замечательные значки. Серега мне всегда помогал, кстати, он первый залезал на все высокие лестницы, сидел там, ждал меня, чтобы помочь ей перекинуться в другую сторону и спуститься. Герой, действительно герой. Она моя героиня. Гонка героев проводится при поддержке Министерства обороны, действующие военнослужащие, основные участники, они же претендуют на главный приз, который пока держится в секрете. Сегодня у нас идет подготовительная часть к чемпионату. Чемпионат состоится 26 августа на полигоне Рощинский, здесь же, но гонка героев приобретет немножечко другой формат. Мы будем биться за право стать лучшими на финале. А финал пока не расскажу, в каком городе будет происходить. На чемпионате 26 августа станут известны имена тех, кто будет представлять Самарскую область на финальном этапе. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, события. 800 новых семей создано в Самарской области в День Семьи, Любви и Верности. Праздник установлен в день, когда Православная Церковь чтит Святых Петра и Февронию Муромских, которые считаются покровителями супругов. Праздник молодой, он был учужден в России в 2008 году, но у него уже есть свои традиции. Олег Зверев тоже поздравил новобрачных. Молебен благоверным Петру и Февронию совершается как напоминание о святости семейных уз и благословении на долгое и счастливое супружество. Сотни молодых пар решили создать семьи в этот день, чтобы заручиться поддержкой небесных покровителей семьи и детства. И все они видят свое счастье одинаково. Много детишек, большой дом и счастливая совместная жизнь. Да, в этом состоит для нас. Понимание. Что если человек любит, значит, ничто ему не должно являться преградой. И если он любит, значит, это идет от чистого сердца и искренне. То есть искренне и взаимопонимание. Вот пример от Петра и Февронии. В день семьи, любви и верности молодых чествовали во всех городах и селах России. В Самаре центром торжеств стала площадь славы возле храма и памятника святым Петру и Февронии. Новобрачных поздравил губернатор Николай Меркушкин. Приветственный адрес главы региона прочитала министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Большая, крепкая, благополучная семья это основа сильной страны и здорового общества. Объединяя разные поколения, она является хранительницей духовно-нравственных норм, национальных и культурных традиций. Праздник святых Петра и Февронии в России становится все популярнее. По всей стране установлено уже более 60 памятников благоверным супругам. Кроме того, в этот день также принято честовать семьи, которые уже прожили вместе немало лет. Им вручают особую медаль за любовь и верность. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Дворы в цветах. Самарский район участвует в конкурсе по озеленению и благоустройству. В состязании соревнуются жители и организации. Самые красивые клумбы увидела Мариана Мирная. Ирина Часова с гордостью показывает свой двор на Куйбышево-129. Всю эту красоту женщина создала своими руками. Крупные розы, фонтан, качели и даже небольшой бассейн для малышей уютно расположились за зеленой оградой. Сами придумали, хочется, мечта была сделать вот так. Давайте, у нас рыбки жили круглый год в этом водоеме, но сейчас уже возраст не тот, чтобы за ними ухаживать. Мы завели, развелись, а фонтан. В этом году поставили детям бассейн, нашли такой, который влезает в нашу маленькую территорию, и дети с удовольствием бегают и купаются там. Зеленый уголок среди бетонных стен претендует на победу в конкурсе по озеленению благоустройству и цветочному оформлению, объявленном в Самарском районе. Цветущий Самарский район. Десятки жителей, а также организации и предприятия соревнуются в умении создавать красоту. За победу в конкурсе участников ожидают призы, хотя сами жители признаются, получить награду для них не основная цель. Мы старшее поколение, наверное, мы так вообще-то воспитаны, стараемся, в общем-то, им молодых к этому подключать, что если не мы, то кто. И поэтому нам не сидится на месте, нам хочется двигаться. А это уже Ленинградская 48. Здесь кропотливыми руками активных жителей высажены десятки клумб с цветами. Петунии, тагетисы и герань радуют глаз ярким красным, сочным, желтым и нежным сиреневым. С каждым днем в Самарском районе становится все больше дворов, где жители создают комфортные условия для самих себя. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Крылья Советов начали свой сезон с уверенной победой. Волжане дважды поразили ворота гостей из Владивостока, а сами при этом оставили свои ворота в неприкосновенности. Об удачном старте первенства ФНЛ расскажет Валерия Макарова. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Даже погода наладилась и солнце вышло из-за туч, чтобы старт нового сезона Крыльев ничего не омрачило. На трибунах собралось почти 7 тысяч зрителей. Матч посетил и глава региона Николай Меркушкин. В гости к самарцам приехал луч энергии из Владивостока. В прошлом году они только чудом сохранили место в ФНЛ, а потому против Волжан настраивались играть в закрытый защитный футбол. 30 минут получалось обороняться, не давая шансов крыльям, но затем новобранец-авиаторов Сергей Самодин головой точно замкнул передачу с фланга. Начали матч, скажем так, организованно, аккуратно, аккуратно, нельзя было нам, скажем так, пропускать быстрый гол, в принципе поддержали игру, а к сожалению пропустили такой мяч, который мы должны были в принципе снимать там. 1-0 на табло сделали второй тайм более живым. Гости из Владивостока побежали сравнивать счеты, оставляли свободные зоны в обороне, которыми и воспользовались хозяева. В открытой игре у Крыльев получалось больше создавать моментов, порой даже стопроцентных, но мяч упорно не шел в ворота. Много подборов выиграли, потом много ударов было поворотом, в одном моменте мы могли, 7 раз мы били поворотом, не могли забить, все близко не могли забить. Чуть-чуть волнения есть, потому что первая игра, мы хотели на своем стадионе выиграть. На 71-й минуте Милан Родич в очередной раз ворвался в штрафную дальневосточников, где его остановили с нарушением правил. Яченко пенальти пробил холоднокровно 2-0. И уже до конца матча Самарцы спокойно удерживали добытое преимущество. Футболисты других возможностей усложнить жизнь крыльям у них не было. В каких-то моментах были ошибки, были и потери непонятные. Я думаю, что во втором тайме больше, наверное, игра и зрителям понравилась. И мне, наверное, больше понравилось, когда ребята комбинировали, когда создавали хороший момент. Я думаю, что должны были забивать гораздо больше, тогда было бы еще проще. После первого тура в таблицу смотреть рано. Максимальное количество очков имеют сразу 8 команд. Но за счет разницы забитых и пропущенных мячей крылья занимают предварительное третье место. Следующий матч авиаторы проведут в Нижнем Новгороде против местного олимпийца. Начало встречи 15 июля в 16 часов. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин